Сколько там голов? Восемь штук. Куда везете? Из-за штук. Восемь соколов-балабанов были спрятаны в тайнике под пассажирским сидением автомобиля. Незаконно провести краснокнижных птиц пытался иностранец. Он следовал из России через пункт пропуска в Омской области. В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Соколов осмотрели орнитологи. Птиц поместили в эколого-биологический центр. Сейчас выясняют, есть ли среди похищенных особей из Алтайского края. А между тем специалисты региональной Минприроды отмечают, что ценных птиц регулярно вывозят с территории Российской Федерации. И через другие страны продают арабским шейхам. Стоимость на аукционах одной особи исчисляется десятками и даже сотнями тысяч долларов. Естественно, браконьеры к ним проявляли очень большой интерес. И мы столкнулись с такой ситуацией, что порядка 2014-2018 год численность этих видов животных у нас на территории, не только субъекта, но и соседних регионов, она испытывала прям критический такой уровень. Незаконная добыча соколов в Алтайском крае на протяжении 10 лет носила массовый характер. Благодаря регулярным рейдам в места обитания ценных животных, двустороннему взаимодействию сотрудников Минприроды и пограничной службы, а также ряду дополнительных мер, удалось стабилизировать численность ценных птиц. Мы делаем татуировки на этих птицах с надписью СОС. И при даже отлове не в Алтайском крае, если эта птица в результате, естественно, миграции попадает на другую территорию, а там отлавливается браконьером, значит, она непригодна для дальнейшей реализации. Эта надпись, татуировка, она уже есть и птица теряет свою ценность. За одну птицу сокола ущерб государству оценивается в 1 миллион 200 тысяч рублей. Ответственность за контрабанду отлов-продажу предполагает до 8 лет лишения свободы. И наверняка стоит сто раз подумать, прежде чем лишать неволи краснокнижных птиц. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.